Еще раз здравствуйте, мы хотели еще раз немножечко более подробно узнать, что есть того вам сказать по поводу, вот я слышал такую информацию о привлечении, как говорится, других организаций, которые могли бы с нами найти общий язык. Насколько это будет интересно и какие именно, по вашему взгляду, они должны быть? Какого толка, как говорят? Я думаю, что здесь надо, конечно, очертить круг. В первую очередь это те организации, которые придерживаются в целом наших общих правых позиций. Мы здесь все-таки не ограничиваемся исключительно монархическими, исключительно националистическими такого толка, такого оттенка и так далее. Или там традиционалистскими, консервативными. Мы готовы видеть любые организации такого толка, которые вписываются в наше общее правое мировоззрение. Мы готовы видеть любые правые организации, пускай это будут самые незначительные, пускай это будут какие-то небольшие группы, пускай это будут какие-то молодежные организации, пускай это будут творческие группы или какие-то спортивные клубы. Но те люди, которые себя чувствуют, хоть каким-то образом их это цепляет и для них это важно, они чувствуют вот эту свою причастность к нашему общему русскому и именно правому проекту. Я думаю, что всем этим организациям дверь открыта в нашем оргкомитете и просто дверь открыта на наш русский проект. А для примера, вот если люди такие появятся, куда вы посоветуете обратиться, куда зайти, чтобы узнать информацию? Ну, обратиться здесь надо, все данные оргкомитета русского марша будут указаны на наших площадках, на площадках правой России, на площадках великой России. Я думаю, другие также организации, участники нашего оргкомитета также укажут свои данные, на своих площадках укажут данные, куда можно обратиться и вступить, присоединиться к нашему оргкомитету. Вопрос немножко личного характера. Как вы думаете, что является самой главной проблемой сегодня среди всех оппозиционных сил для того, чтобы сплотиться? По вашему мнению, самая главная проблема? Самая главная проблема в том, что люди не смогли, скажем так, переформатироваться. К сожалению, они живут в своем маленьком мирке, который состоит из их каких-то, может быть, представлений, устаревших, очень часто устаревших представлений о том, что стоит делать, что имеет смысл делать, что действительно важно. К сожалению, люди просто, ну, мне кажется, они просто не могли, не сумели, не успели перестроиться, и для них до сих пор, они до сих пор мыслят вот в рамках устаревшего видения, устаревшего представления о том, что сегодня... Я думаю, что если бы мы сумели перестроиться чуть-чуть пораньше, сегодня мы бы уже были, представляли бы довольно значительную партию, у нас были бы, скажем так, какие-то и средства, и ресурсы для того, чтобы развивать, активно развивать, я не говорю о том, что там прийти к власти, активно развивать уже на реальном политическом пространстве нашу идею. А пока что коммунисты ползают, там где-то раздают свои газеты, а мы сидим вот и, к сожалению, больше разговариваем, чем что-то делаем, даже хотя бы какой-то материал бы подготовили или что-то сделали. Мы чересчур отстали. Вот у меня такое впечатление, что большинство наших националистических, монархических организаций, их лидеры, они очень отстали от сегодняшней реальности. Они не понимают, что нужно простому русскому человеку, простому обывателю, так, к сожалению, простому обывателю, но которого мы должны привлечь на свою сторону. Мы все время занимаемся выяснением отношений внутри. А вы сами знаете? Я думаю, что надо расширить, в первую очередь, это именно не уйдя ни влево, ни в сторону либералов, мы должны расширить вот эту площадку для привлечения людей. Поэтому именно наша партия называется «Правая Россия», мы не хотим загонять и как-то ограничивать принадлежность тех наших участников, которые готовы влиться в нашу партию. Мы хотим именно понять, что именно в рамках общеправого проекта мы готовы привлечь не конкретно всех, исключительно всех, кто настроен против, всех, кто видит это именно с точки зрения православной точки зрения, тех, кто исключительно видит это с точки зрения монархической или какой-то еще. Мы расширяем в этом отношении наш контингент и, собственно, как в плане их эмоционального отношения к ситуации, к власти, к тому. Я вам просто скажу, что как один из примеров, что, например, среди лояльных сегодняшних, прослойки лояльных системе есть огромное количество людей, которые, в принципе, могли бы завтра выйти вместе с нами на русский марш. Но наш вот такой вот бескомпромиссный радикализм их отталкивает. Хорошо, я вам задам последний вопрос. Почему вреды так мало вливается именно молодежь? Что ей мешает? Боязнь перед законом, властями или что вообще? Знаете, я не могу сказать, у нас такая проблема. То есть, вы считаете, что у вас молодежная организация? Я вам скажу, у нас большинство к нам пришло и приходит у нас большинство молодежи. У нас большинство именно и в регионах, и в Москве у нас большинство молодежи. Как раз здесь проблема именно такого толка, что огромное количество молодежи, которые очень мало чего понимают, которые надо учить, из которых трудно донести какие-то технические и орг-вопросы. Они никогда не понимают, почему вот надо в таком формате что-то делать, почему надо там что-то заполнять, почему там нужно определенное, так еще немножко, анархическое представление о том, как действовать и как что делать. То есть, я бы сказал так, что проблема не возрастного характера, как раз правый проект именно объединяет и привлекает как раз большую часть молодежи. Ну что ж, хорошо, мы желаем вам удачи, и самое главное, желаем удачи вам, видите? Спасибо. И надеемся, что он состоит. Взаимно, взаимно. Удачи. 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 Удачи.